МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллекторы в законе или вне? Стоит ли бояться должникам за услуги ЖКХ финансовых выбивал? И как из-за задолженности не оказаться на улице? История из-под полы. Кто обогащается на нелегальных раскопках и какой ущерб государству наносят черные кладоискатели? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые главные и самые важные события уходящих 7 дней, которые могут повлиять на нашу жизнь, обсуждаем далее в подробностях недели. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Одна из главных новостей этих дней, безусловно, то, что ассоциация наконец-то заработает на этой неделе, в Европе все же нашли компромисс. Процесс ратификации соглашения затянулся из-за позиции Нидерландов. После прошедшего в апреле референдума долгие месяцы продолжались. Споры о судьбе ассоциации говорили даже, что придется переписывать документ и утверждать его заново со всеми странами ЕС. Но вот теперь, с учетом нескольких очень жестких оговорок, на которых настояли Нидерланды, ассоциация все-таки заработает. Но вот когда именно, этот вопрос по-прежнему без ответа. И не получится ли с ассоциацией, как с безвизовым режимом, когда европейцы регулярно заявляют, что Украина выполнила все 144 требования Евросоюза, вот только дату старта без виза до сих пор назвать не могут. Ну, впрочем, все подробности наверняка знает наш корреспондент в Брюсселе, столица Евросоюза София Гордиенко. Она с нами на прямой связи. София, приветствую. Скажи, так когда все-таки нам ждать от Нидерландов ратификацию соглашения? Хоть какие-то сроки известны на сегодняшний день? Пока на этот вопрос можно ответить только одним словом. Это слово «скоро». Сказать что-либо более конкретное о сроках сложно, но потому что, как минимум, Нидерланды готовятся к парламентским выборам этой весной. И максимальная отсрочка ратификации соглашения с Украиной – это, собственно, до того времени, когда и соберется уже новый парламент. Но уже можно сказать, что большинство за ратификацию в парламенте Нидерландов можно будет точно набрать. Хотя бы потому, что рют-то фактически удалось снять все надуманные, будем говорить откровенно, опасения голландцев. Уже нет никакого смысла блокировать именно само соглашение. Документ попадет голландским депутатам в январе, и, наверное, уже тогда можно будет сделать более-менее четкий прогноз относительно дальших дат. Самое главное, о чем можно говорить сейчас, то, что в голландском обществе, в голландской прессе воспринимает ситуацию намного более спокойно. Так что особых проблем ожидать уже не стоит. София, у меня есть еще один тебе вопрос. Но вот изменение условий тоже ожидать не стоит. Не получится ли так, что через месяц-два, например, голландцы или еще кто-то в Европе могут потребовать добавить еще какие-то оговорки к ассоциации с Украиной? Ну, дело в том, что цена этого решения для украинцева оказалась настолько высокой, что повышать ее еще больше европейцы, наверное, даже не осмелятся. Я хочу напомнить, что голландцев заставили пойти на референдум манипуляции о том, что ассоциация – это первый шаг на вступление большой и очень сложной страны в ЕС. Мол, границы сейчас откроют, а дешевая рабочая сила прямо хлынет и отберет места у коренного населения. И вот в аннексе Рюте, то есть в том самом документе, который был подписан на саммите, сказано, что всего этого не будет. То есть не будет того, чего и не было изначально. А также не будет какой-либо военной и финансовой помощи из Брюсселя. И действительно, ассоциация для некоторых стран была началом пути в Европу. Но сам шанс на присоединение к Евросоюзу у нас никто не отбирал и не отбирает. Он гарантируется Лиссабонским договором, который предусматривает, что любая европейская страна, которая уважает ценности ЕС, может стать членом ЕС. Ну а будем реалисты, что с нашим уровнем жизни и с нашим уровнем коррупции членство в ЕС нам, если и светит, то очень и очень не скоро. И, кстати, вопрос о коррупции – это как раз единственное, что уже сильно портит нашу репутацию. То есть не нашу с вами, а те, кто регулярно приезжает в Брюссель. А также это может и подпортить процесс ратификации соглашения с Украиной. Этот пункт тоже прописан. Здесь в Европе особенно подчеркивают, если борьба с коррупцией в Украине вновь забуксует. И если Украина начнет делать шаги назад в этой сфере, то это может иметь подальше негативные последствия, в том числе на отношения с Европой, которая нас очень поддерживает. Понятно. София Гордиенко была с нами на связи из Брюсселя. Спасибо, Соня, за работу. От себя добавлю, что еще и безвизовый режим для Украины могут приостановить в случае, если у нас в стране начнется откат в антикоррупционных реформах. Получается, что так называемый механизм приостановки безвиза, который на этой неделе наконец-то согласовали европейцы, будет привязан еще и к нашей внутренней политике, а не только к миграционным угрозам Европе. И вот здесь интересно, конечно, а что именно европейцы могут посчитать откантом в антикоррупционных реформах? Вот ситуация, которую мы видим сейчас в Украине. Это уже откат или пока только пробуксовка? Вы, наверное, сами заметили, что в те недели, когда нет пленарных заседаний Верховной Рады, самые громкие новости приходят не от политиков, а как раз от новосозданных антикоррупционных органов. Антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуратуры. Дровишек в этот костер регулярно подбрасывают и Генеральная прокуратура, и СБУ. Чуть ли не каждые две недели у нас новый скандал, новое громкое обвинение. Вот только приговоров, таких же громких, до сих пор нет. А буквально вчера Назар Холодницкий, глава антикоррупционной прокуратуры, сообщил, что с начала своей деятельности НАБУ и САП передали в суд всего 45 обвинительных актов. Не так уж и много. Ну, учитывая те ресурсы, которые были потрачены на создание в Украине органов для борьбы со взяточниками. Продолжит тему Елена Зорина. Миллиардные схемы и громкие задержания. Это не Абридия, это национальная... И ни одного за решеткой. Каждое дело, как настоящий боевик. Иногда с погоней, стрельбой, слитками золота, пачками денег, а иногда и с бегством главных подозреваемых. Среди них нет людей с заурядными фамилиями. В эпицентре остросюжетных историй нардепы, чиновники, суди. Ну, что же в итоге? Чем все заканчивается? Давайте разбираться. Ставлю на голосование питание про надание сгоды на арешт народного депутата Украины Онищенко Александра Романовича. Двести шестьдесят три за. Эта история началась еще летом. Нардепа Онищенко назвали главным организатором миллиардных газовых махинаций. Схема времен Януковича заявлял тогда и повторяет сейчас антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. В деле почти два десятка соучастников. Александр Онищенко любитель роскошной жизни, топ-моделей, мировых знаменитостей и лошадей своего приговора дождаться не стал. Уехал. Александр Анатольевиченко, Евгений. Укрылся то ли в Австрии, то ли в России. После объявлялся в Лондоне, Париже. Теперь шлет приветы якобы из Германии, продолжая с завидной частотой делать информационные вбросы о политической коррупции в Украине и о сотрудничестве с американскими правоохранителями. И привет из Лондона, или из Москвы, или из Минска. Ну, мы их чуем, но мы их не забудем. Мы его сначала в Киеве чекаем, кто его будет допитать. Только громкие заявления этих товарищей, которые рассказывают, что нет никакого дела, я вот на свободе. Международный розыск, несмотря на обещание сделать это еще в июле, Анищенко так и не объявлен. Фактически мы, как Украина, держава поставили себя в зависимости от решения Интерпола. Очевидно, это тоже было сделано певным чином умисно. Бывший глава бюро Интерпола в Украине Кирилл Куликов искренне недоумевает. Еще летом он убеждал, процедура занимает до пяти дней. Вместо этого Интерпол решил получше присмотреться к делу. Теперь изучает, нет ли в этой истории политического преследования. Количество заявлений о том, что Анищенко вот-вот уже должны объявить в Международный розыск, уже даже никого не смешит. Видные эксперты в Генеральной прокуратуре и так далее должны были задаться вопросом, как именно это дело попало именно на эту комиссию. Десятки миллионов долларов, потраченных на политику. Амбарная книга партии регионов. Список выплат за парламентскую кампанию 2012. Фамилии впечатляют. Бывшие нынешние депутаты, экс-министры, члены Центральной избирательной комиссии, политтехнологи. Это чисто мафиоза. И сразу после 78 долларов идет 6 млн 910 тысяч депутатов-мажоритарщиков. И таких вам. Фантастик. Взялись за расследование еще весной. И вот только сейчас новый поворот. Под прицелом глава Центризбиркома Михаила Хиндовский. Почему только сейчас юрид Центра противодействия коррупции, говорит, затягивают дело, неспроста. Підозра, вона декілька месяцев не погоджувалася с боку специализованной антикоррупционной прокуратуры. Есть уже определенная тенденция стороны специализованной антикоррупционной прокуратуры в конкретных отдельных дел, что до саботажа. Досить долго тривала экспертиза. Далее будет. Эпизод Ахиндовского уже через два месяца обещают передать в суд. Впрочем, адвокаты заявляют, что у этих обвинений нет перспективы. А сам глава ЦИК вернулся на работу. Это не фантастическая сага о хоббитах. Туннели с золотом, антиквариатом, оружием и сотнями тысяч долларов. Некогда быт бывшего вице-губернатора Николаевской области. Подземный схрон прямо под особняком. Это не шок, это катастроф. Николай Романчук погорел на взятки в 90 тысяч долларов. Но коррупционную историю, отгремевшую на всю страну, антикоррупционеры не расследовали. Дело в суде, но, похоже, бывший чиновник может выйти сухим из воды. Удивительно, но сам Романчук, будучи уже на скамье подсудимых, еще значился чиновником. И даже электронную декларацию подал. Дом, под которым туннели, якобы, не его. Живет у жены. Квартира в 62 квадрата. А все, что нажил, земельный участок да садовый домик. Бедные, как церковные мыши по документам. А по факту владельцы элитных особняков автомобилей, заводов и пароходов. Мне известно, что до НАБУ надходит величезная количество страхов на судов, на депутатов, на других чиновников, с поводу их деклараций. Из тысяч деклараций только 10 привлекли внимание НАБУ. В работе набагато больше деклараций. Если нам Агентство за побегание коррупции откроет особую декларацию, то эти проверки будут проводиться набагато эффективнее и швидше. Пока два ведомства не могут поделить полномочия, декларанты не бедствуют. Особняк в 600 квадратных метров в рекреационной зоне под Харьковом. Здесь живет рядовая судья хозяйственного суда Харьковской области. Вот этот дом Ирины Попович. В ее декларации мы его не найдем и не увидим. Нашли дом активисты Автомайдана. Екатерина Будко рассказывает, сначала недвижимость была на муже суде, экс-прокуроре Харькова. Теперь домом владеет его фирма. Но удастся ли это дело довести до суда? Или вот тех десяти, по которым проверки НАБУ уже ведет, а остальные окажутся честными, как никто. Это, похоже, расследовательский сериал следующего года. Обсудим ситуацию с Дмитрием Добродомовым, секретарем антикоррупционного комитета Верховной Рады, и Ириной Сусловой, народным депутатом, которая давно следит за происходящим в правоохранительных органах, войнами и конфликтами. Правда, Ирина? Здравствуйте, спасибо, что пришли. Дмитрий, давайте, наверное, начнем с вас. Как вы считаете, за этот год работа антикоррупционных органов могла быть эффективнее? Могло все ограничиться не только громкими обвинениями? Эффективность будь-якого органа, тем более правоохранительных, они визначаются результативными справами. Результат – это повернение кошти в Держбюджет. Как всего, у нас все повернено трохи больше 150 тысяч гривен. На сегодняшний день это официальная сумма. И это конкретными посадками. Можем четырех топ-коррупционеров, трех слідчих и одного глава Сильрада, яких реально посадили. Это и есть результат. На него как раз, вы начали программу с этого, звернули европейцы, коли и приймали зараз оцей законопроект, который там обмежит, что до проведения механизма обмежения безвизового режима. Там есть один очень важный нюанс, очень важный для Украины. Приемный или не приемный, это уже нам нужно самим визначать. У нас может быть разупинено в любом случае, даже если нам дадут безвиз, если у нас будет откат от реформ. То есть, в первую очередь, антикоррупционный. Это касается НАБУ. До речи, там не проголосованы, очень важные законопроекты, на которых наполягает МВФ. Это что до прослушки, доступа до документов. Еще в липне наш комитет ухвалил до розгляда в парламенте цей законопроект. И в листопаде, сгідно нашим домовностям с МВФ, мы мали его проголосовать, он еще даже не был выставлен. Давайте об этом обязательно чуть позже. Вы затронули тему виз, это очень важно для украинцев. Вы действительно верите в то, что, считайте, что вот этот вот привязка асоциаций и безвизового режима Украины к нашим успехам в антикоррупционном борьбе может работать. Могут европейцы весной сказать, мы не видим реальных посадок, и снова переносим нам определенный срок? Они про это говорят уже, и не только про это. Суды они означают, про то, что отсутствие механизма на сегодняшний день результативной работы по проверке этих скандальных есть декларации. Так, очень важный антикоррупционный крок. Мы уже говорили про то, что у нас означает более 2000 рейдерских атак, в том числе и на предприятия с иноземным капиталом. Так мы можем сгадать там Житомирске ласточки, можем сгадать компанию State World. До речи, наш комитет отримал понад 130 листей звернень, а там есть американский капитал, где сейчас заблокована работа, и в том прямую участь берет ДФС, как и очевидно, Сиро. До речи, постанова, что до его звольнения зараз зарегистрирована в парламенте 38 народных депутатов, подписалась, потому что то, что делается в системе ДФС, это податковая мутница, найкорумпованнейшие органи стали еще корумпованными. Но при этом мы еще надеемся на то, что к нам придут деньги западных инвейстар. Идется вопрос о 2000 атак, это 2000 предприятий, я сгадал про эти автозаправки, их 60 на сегодняшний день, которые парализованы, которые не платят в бюджет гроши. Сейчас 2000 их работников пикетировали Кабмин, я могу с ними переговорить. Я был шоков, потому что они остаются без зарплатных, а бюджет, компания ходит в топ-100 платников. Ирина, вот здесь бы нам увидеть действительно яркую и эффективную работу антикоррупционных органов. При этом сами антикоррупционеры кивают на суд и говорят, что приговоров нет, зависают дела именно там. При этом Артем Сытник, глава НАБУ, заявляет, что антикоррупционный суд в Украине может заработать только к концу следующего года. Это означает, что еще год мы не увидим громких дел и громких посадок. Тут вопрос в том, что наши антикоррупционные органы и НАБУ, и САП мают работать вместе как одна команда и результатом их работы мают быть не пости в Фейсбуке, не выступы и брифинги очень гучные, очень часто с политическими заявами, а именно переданные справы, очень качественно переданные справы до суду. И далее, действительно, суды мают расследовать. И вот количество реальных вирусов, это и будет результат их работы. Действительно, на сегодняшний день мы не видим такой количества вирусов. И очень часто можно говорить про то, кто виноват, виноват суд. Но я хочу отметить, что фильм «Марсианин» был такой, который с Котчем пытался заклеить скафандр и говорил про то, что в разе, если я его отремонтую, я получу на Марс, все будет нормально, за мной ничего не станет. Это так вот. Антикоррупционный суд, специализованный антикоррупционный суд, специализованный, специализованный, специализованный антикоррупционный суд не решит эту проблему. Мы должны решить проблему системно. Суды мают запрацювать. И если будет перезавантажение и та судовая реформа, за которую мы голосовали, то тогда не нужно будет никаких специализованных судов, антикоррупционных. Тогда просто будет работать судовая система нормально. И таким образом не важно, что подают результаты. Понятно. Ну, кстати, у самих антикоррупционеров оправданий всего два. Во-первых, и Сытник, и Холодницкий постоянно заявляют о нарушении прокуратуры и подследственности по делам, которые должно расследовать НАБУ. Второе. Мол, полномочий не хватает. И этот второй вопрос настолько серьезен, что лоббистом расширения возможностей НАБУ стали даже сападные кредиторы Украины. Еще хуже. Уже, наверное, год в Украине создается, но все никак не создастся Государственное бюро расследований. Это еще один орган, который должен замкнуть на себе следствие по делам против высокопоставленных преступников. Детали в нашей справке. Расширить или сузить? Вот в чем вопрос. И с ответом на него никак не могут определиться украинские политики. Западное посольство и МВФ настаивают. Национальному антикоррупционному бюро нужны большие полномочия. Наша власть кивает головой, но делать ничего не торопится. Депутаты так и не приняли закон о прослушке, хотя должны были еще в прошлом месяце. Это означает, что право на прослушивание пока прерогатива только СБУ и нацполиции. Кроме того, в меморандуме МВФ обещали НАБУ дать еще больше самостоятельности и в проведении секретных операций, и в засекречивании расследований. Но не дали. Наоборот, НАБУ и ГПУ никак не могут поделить между собой антикоррупционный фронт. Юрий Луценко даже предложил полномочия бюро урезать и отобрать у маленького НАБУ расследование больших коррупционных дел. А пока разные ведомства тянут правовое одеяло каждый на себя, на этом фоне остается почти незаметной пробуксовка с созданием еще одного органа. Государственное бюро расследований, отечественная реплика американского ФБР, работа которого никак не могут запустить уже почти год. ГБР должно ловить только крупную рыбу, расследовать преступления чиновников наивысшего ранга, экс-президентов, министров и руководителей ведомств. А нужно будет возьмутся и за глав ГПУ и НАБУ. Главное, чтобы полномочия удалось поделить. А пока главная проблема. Дела даже мелких коррупционеров не доводят до логического конца. НАПК до сих пор не утвердила механизм проверки деклараций. Судебная реформа — дело будущего. А значит, и наказание взяточникам может уйти за необозримый горизонт. Даже специальный антикоррупционный суд в лучшем случае появится к концу 2017 года. Это если в феврале депутаты таки примут соответствующий закон. Ирина, ваш прогноз НАБУ получит эти новые полномочия НАБУ или нет? Кстати, есть 226 голосов в зале. Когда может быть вынесено на голосование? Вы еще до расширения полномочия на дань возможности прослухования. Я хочу зазначити, что тут есть две картины. Идеальна и реальна. Идеальна полягает в том, что дейсно НАБУ необходимо дать повноважение, чтобы они могли прослуховывать. Но проблема в том, что может происходить после того конкурса или размагания на то, кто кого, каким компроматом будет крить. Один орган, который мать возможности прослуховывать и другой орган, который будет мать возможности прослуховывать. Біда в том, что в данном законопроекте, который предъявляет надание специальных функций, не предъявляет нижнего механизма контроля. То есть, даже гражданская не может расследовать, каким чином будет использоваться, насколько правомирно будет использоваться это прослуховывание. Відповедно, переходим до реальности этого вопроса. На сегодня Служба безопасности и НАБУ, и полиция, и другие правоохранные органы, которые мают на метре обеспечить прослуховывание, за решением соответствующего суду, могут совершить прослуховывание. Поэтому, я не бачу реальной необходимости голосования именно сегодня, на тот момент, когда, на жаль, не понимали, а кто же будет действовать контроль? На необходимости голосования наставить в частности МВФ. Дмитрий, здесь вопрос вам, не получится ли так, что западные кредиторы, они будут держать Украину без новых финансовых вливаний до тех пор, пока эти полномочия НАБУ не будут расширены. Так, они про это честно заявили, это честно записано. Наступные кроки, наступное финансовое вливание только после проголосования этого закона. Я тут не згідно до прослухования, тому що є величезная загроза, і було вже кілька випадків, найгучніше, це з беркутівцем-садовником, якщо ви пригадуєте, виявилося потім в ході розслідування, коли їх відпустили, що одна з дружин одного з тих беркутівців якраз и працювала в цій прослушстві, і вони чітко все знали і відповідно певна кількість взагалі втекла. Тут йдемо мову про отечку, тому, звичайно, новий незалежний орган має мати свої повноваження, там не тільки про прослушку, там йде мову про доступ до інформації, до кореспонденції, там великий спектр важливих речей, але всі вони надаються, як і в СБУ, санкції суду, нагадаю вам, і тому судова реформа, ви згадувалися одній антикорупційний суд, а це важливий момент, який вписаний в судовій реформі, але обіцяного законопроекту, який має супроводжувати його створення, досі не винесено в зал, це так само як з ТСК, по Конституції ми маємо право на ці повноваження депутати, тимчасово слідчих комісій, а законопроект, який дає нам інструмент здійснювати ці повноваження, досі не внесено в зал, попри те, що він підписаний всіма лідерами демократичних фракцій, в тому числі колишнім головою нинішнім фракції БПП, нинішнім генпрокурором Юрієм Луценкою. Хотіли ще уточніть, що відбувається в округі Государственного бюро розслідування. Коли воно може зароботити? Ну, наразі там відбувається конкурсна комісія, зараз постало питання, ходять чутки про те, що не всі члени конкурсної комісії відповідають тим критеріям, які зазначені в законі, що фактично може поставити під сумнім легітимність цієї комісії, але, на жаль, поки жодних прогнозів не можемо дати, оскільки я не є членом даного комісії. Дмитрі, а як ви вважаєте, оце Государственное бюро розслідування, я не помню, по що то, яким воно вже у нас стане, воно нужно Україні? Воно забирає головну функцію і забрало головну функцію прокуратури проведення слідчих дій. Воно, безперечно, нам потрібно, тому що, по суті, на сьогоднішній день прокуратура в своїх діях багатьох паралізована. Але не включиться в борьбу полномочий, яку ми зараз наблюдаємо серед усіх цих розмежних правоохоронительних агентств. Це був важливий елемент забрати в прокуратурі шляховий, не властивий її функції. Це було б правильно. Інша рішення, ми мали це ще зробити навесні. Ось чому проблема. У мене таке враження, що відбувається такий момент торгів з нашими європейськими партнерами. Ви нам це, тоді ми вам це. Знаєте, степ-бай-степ, але такий дуже дивний. Тому і перейшла зараз мова з європейськими партнерами і щодо безвізу в практичну площину застосування. Добре, ми прийняли всі 144 вимоги, які були. Це правда. Це дійсно треба визнати. Але в нас дуже багато цих ключей не працює. Ми це щитко бачимо, починаючи від зараз перевірки тих самих електронних декларацій. Действительно, на цей неділю похоже, що Європа показала, що вона устала вже закрывати глаза, просто на наші отчёты, не віде реальних результатів. Спасибо. Дмитрий Добродомов, Ірина Суслова, народні депутати України, були гостями подробностей неділи. Я розкажу ще немного об одном із самых громких дел этого года. Менюз США заявила о том, що пока не собирається проводити нові встречи з нардепом Анищенко. Хоча сам Анищенко продолжає засыпати українських политиків обвиненнями з другого конца европейського континента і даже обещає новий сеанс разоблачений ще до нового года. Американські правоохоронители считають полученнюю іми порцію информации вполне достаточной вже для себе. Противоречивую информацию всю неделю ми получали о судьбі одного із банковських титанов страни. Вчера со ссылкой на источник появилось сообщение о том, що временна администрація в Приватбанке може бути введена вже з понедельника. І, мол, к концу недели банк може бути націоналізуван. Впрочем, в самому фінучрежденні говорять, що бы не случилось, це не буде иметь последствий для вкладчиків і клієнтів. А все громкість новини називають спланированной информационной атакою. Сьогодні же тоже со ссылкой на источник прошла информация о том, що якоби должно состояться засідання СНБУ України, посвіщенне решению тільки одного вопроса о будущем цього банка. Впрочем, наші источники утверджають, що засідання ще не було. Оно може состояться після 21.00. І, якщо вовремя нашого выпуска появиться нового сообщення, ми обязательно вернемся к цій темі. Вони начали приходити. То, чого так ждали і боялись цілий місяць, нові платіжки за тепло. Правда, ще не всем. Власти предупредили, тарифи пересчитывают, поэтому возможні задержки. Обіщали снизити фантастичні суми процентів на 30. В квитанціях, які вже получили люди, цифри разные. Кому-то сделали перерасчет, кому-то нет. Що делать в такому случае? Еще рані правительство дали руководство к действию. Іти жалобою местний совет. Не поможет? Звоните на горячую правительственную линию. І повышення коммунальних тарифів, як снежний ком, тянет за собою колосальні задолженности. На данный момент українці должны 17 млрд гривен. І на этом фоне активизується армия выбивал. В столиці некоторые частні жеки і районні администрації вже заключили договори с коллекторскими фірмами, щоб ті стимулировали жильців платити по счетам. Не перерастет ли це в волну беспредела і не можуть ли вони выбивати долги выбити і квартиру? О коллекторських методах Елена Митясова. Униження і оскорбління. Зараз по морді всі, б**лні. Дай на дюкан! Ніхто не зайде! Чого це? Час не відбувається! Час не відбувається! Час не відбувається! Угроза расправи і примінення силы. Они не брезгуют нічем. Методи коллекторы не выбирають. Пришла в ванну. В ванну заскочили два чоловіка і мене попытались допити. Целых 4 дня Елена і ее больной отец провели в квартире с неизвестными. Выгонять непрошеных гостей, объявивших себя новыми собственниками жилья, пришлось всему райотделу полиции. Один из задержанных имел при себе заряженное огнестрельное оружие гладкоствольное. Также у нее был пистолет Макарова с травматическими патронами 4 обоймы. Они были готовы оказать сопротивление и в принципе они были настроены на захват этого объекта. Женщина три года назад взяла на квартиру 175 тысяч гривень. До 2017-го полностью рассчитаться. Но ни с того ни с сего финучреждение продало ее кредитный договор коллекторской компании. А те новому собственнику. Похожая история с любовью Минайлинка. Она почти выплатила свой кредит, когда банк лопнул. Всех клиентов по сценарию передали коллекторам. Вот теперь женщина и воюет с финансовыми вышибалами. Приходится вот так защищаться. Они берут вот это вот выбивают все и открывают дверь. А я держу с другой стороны рукой. Они мне баллончик. А я приготовила а я на них долезну. Перец. Таких историй тысячи и все словно под копирку. Допустим долг в 100 тысяч они покупают за 10 тысяч. У них разгон 90 тысяч для заработка. Как заработать на должниках он знает хорошо. В прошлом финансовый вышибал на условиях анонимности согласился поделиться секретами коллекторской работы. Человек обращается что так и так ему должны. и изначально он платит с этой суммы как минимум третью часть. Плюс мы за работу должны тоже заработать. То есть понятно что сверху еще сбивается с человека еще больше. То есть если он должен был 10 тысяч то может дойти чуть ли не до 20. А дальше дело техники. Нашел слабое звено и деньги считай в кармане. Ты приходишь и начинаешь разговаривать без намека без ничего говоришь как дела как дочка в какую там цивальную школу ходит или в музыкальную ходит ну и все человек сразу начинает просто его трусить начинает он понимает что разговор уже идет с наклоном. Доходило до рукоприкладства очень хорошего рукоприкладства вывозили в лес почему в лес потому что там можно было бить свидетелей нет крика никто не услышит. А теперь поводов для заработка еще больше выбивать долги будут не только за просроченные кредиты но и за коммунальные услуги некоторые ЖЭКи столичные райадминистрации уже даже с коллекторскими компаниями договоры заключили ради эксперимента но о нем чиновники говорить пока не хотят наш запрос об интервью оставили без ответа больше тысячи гривен за тепло 400 вода столько же за свет плюс другие коммунальные услуги сейчас достаточно за квартиру не заплатить пару месяцев чтобы к вам дом нагрянули коллекторы и чем выше эта сумма тем больше интереса а суммы колоссальные только за тепло в октябре и ноябре киевляне задолжали более 2 миллиардов гривен основная часть долга 2 миллиарда примерно 600 миллионов это в основной своей массе задолженность населения плюс задолженность местных и государственного в первую очередь бюджета в киевской городминистрации говорят договоры с коллекторами законы но и методы их работы тоже не должны выходить за рамки правового поля никаких угроз и запугиваний вот только кто это будет контролировать на кону имущество должников со следующего года за долг 64 тысячи гривен это 20 минимальных зарплат могут выселить из квартиры и пустить недвижимость с молотка к тому же в следующем году на одного охотника за должниками станет больше на полную заработает закон о частных исполнителях по решению суда они будут описывать имущество и выставлять его на торги я глубоко убежден в том что в первую очередь это сделано для того чтобы напугать людей у которых сейчас из-за действий государства начали расти сумасшедшим образом долги по коммуналке стали получать платежки с очевидно завышенными в 2-3 раза ценами на отопление на газ на свет это первое и им нечем платить и их пугают ах так тогда к тебе придет частный исполнитель а знаешь что у нас будет частный исполнитель бандит или там мент бывший очень суровый который у тебя просто заберет все что у тебя есть при этом государственных исполнителей никто не отменял они останутся и скорее всего предполагают юристы будут заниматься мелкими делами крупная рыба пойдет в руки частных приставов а разгуляться тем будет где в исполнительной службе зависли миллионы судебных решений на сумму более чем полтриллиона гривен фактически эти частные исполнители они станут инструментом коллекторской деятельности инструментом выбивания долгов причем инструментом довольно эффективным работа частных исполнителей вероятнее всего в сегодняшней ситуации превратится в бизнес который значительно превышает по доходности торговлю оружием людьми и наркотиками менюсти успокаивают мол частные приставы в отличие от государственных не смогут выселять из квартиры ну где гарантии что новые исполнители не возьмут на вооружение старые коллекторские методы Елена Митясова Максим Чеблин и Иван Ермаков подробности недели телеканал Интер обсудим коллекторскую угрозу с Алексеем Кучеренко экс-министром ЖКХ Украины и президентом Всеукраинской ассоциации собственников жилей Алексей вас приветствую скажите ваша оценка работа коллекторов и вот этих частных исполнителей в Украине не превратится просто в банальный рэкет к чему готовятся люди коллекторы по определению это рэкетиры и вы же вот в предыдущем сюжете мы с вами убедились что любые методы включают и шантажа и я знаю эти на детей воздействия хотя оно и запрещено категорически законом но эти же люди не будут ни перед чем останавливаться когда они пройдут за долгами я с другой стороны хотел бы все-таки чуть-чуть подуспокоить но во-первых обращать взыскание на квартиру можно на жилье можно лишь в том случае если долг превышает 20 минимальных зарплат это достаточно большая сумма на сегодня 3200 на 20 это 64 тысячи поэтому в этом плане пока как бы паники нет и конечно же ключевой вопрос здесь один если долг сформирован а он может быть сформирован не только по основному по телу долга но еще и по процентам по пине я вам честно признаюсь я сам стал жертвой полтавского теплокоммунэнерго когда я не уследил там и у меня долг в 10 тысяч превратился в 45 тысяч которые они в суде отстояли 45 тысяч за тепло понимаете ну слава богу я лично смог эту ситуацию разрулить но что делать гражданам я хотел бы обратить ваше внимание в первую очередь природа этого долга но мы же с вами должны понять что главной сегодня угрозой является цена на газ у нас есть потребители двух типов либо те частные дома где индивидуально газ потребляют и потом котлом отопляют отапливают так я могу вам сказать что по всей Украине сейчас селяне поотключали где можно эти газовые котлы буржуйками и топят в комнатке у себя вырубывают посадки деревья и просто боятся связывать с газом по этой сумасшедшей цене но они там хотя бы могут регулировать потребление а вот есть вторая категория украинцев это городское население в домах многоквартирных где на услуги центрального отопления самое же парадоксальное что мы с вами не можем даже регулировать эту услугу вот мы не можем платить понимаете я хочу уехать всего к маме например ну я моделирую ситуацию я хочу отключить эту услугу но у меня же нет такой возможности мне просто тупо 6 месяцев будут начисляться ну действительно большой вопрос законно или незаконно да не получая услуги за нее платить а как вы считаете законно ли действия коммунальщиков которые заключают договоры с коллекторскими фирмами понимаете здесь опять-таки вот я даю практический совет коммунальщики они на то и коммунальщики это коммунальные предприятия они принадлежат муниципалитетам и управляются мэрами и мэры вместо того чтобы пугать сегодня а действительно я поддерживаю господина Гальдарба сегодня идет такая психическая атака на людей под одним соусом платите иначе мы заберем квартиры я бы посоветовал нашим уважаемым мэрам в первую очередь вообще вникнуть а откуда взялась эта цена на газ и эти тарифы мы же с вами видим как правительство когда захотело пересчитало эти тарифы и они на 20-30% понизились вот буквально два дня назад понизили тарифы на тепло и цену на газ для бюджетных организаций которые грабили просто тупо обещал нам господин Гройтман и рассрочки что-то я не вижу этой постановы он же месяц назад сказал что будет рассрочка и вот в этой ситуации вместо того чтобы пугать жителей граждан Украины тем что у них пообирают квартиры а коллекторы это конечно же будут они отбирать потому что это люди ну они деньги зарабатывают надо понимать я бы все-таки порекомендовал разобраться в первую очередь с ценой на газ и с формированием тарифов вот мой призыв а дальше второе обращаю ваше внимание но если мэр города передает передает право взыскания долга со своих горожан со своих избирателей частной коллекторской компании то я бы задал вопрос а нужен ли нам такой мэр вот обращаю внимание я думаю этим вопросом будут задаваться все больше и больше украинцев этой зимой Алексей пока я с вами не прощаюсь через несколько минут попрошу прокомментировать еще одну ситуацию экспертом в которой в этой области вы являетесь а зрители прошу задуматься 60 тысяч домов в которых не живут а рискуют жизнью десятки тысяч человек это только официальная статистика сколько в Украине аварийных зданий но на самом деле их в разы больше ведь власти просто невыгодно это признавать так как расселять жителей некуда и денег на ремонт рассыпающихся домов нет вот и получается то что на этой неделе произошло в Чернигове там напомню обвалилась часть общежития и погибла женщина это не просто трагический случай это трагическая закономерность убедилась в этом и наша Алла Матюшок февраль Киев в центре столицы на Хмельницкого рухнули перекрытия старого здания два человека погибли октябрь школа в Василькове фасадная стена упала просто во время уроков чудом никто не пострадал в тот же месяц Одесса трехэтажный дом обрушился на соседний одноэтажный погиб парень несколько дней назад Чернигов часть общежития превратилась в руины погибла молодая мама почему вы пострадали? за эти холостности не месяц назад сказали у вас не критическая ситуация слезы, крики и укоры десятки семей лишились крыши над головой четырехлетняя девочка потеряла маму люди семь лет умоляли коммунальщиков провести ремонт показывали провисшую плиту перекрытия но им никто не помог под ногами у нас плитка она поднялась пошел раскол вверху у меня комната была поклеена полностью все обои потрескались все что есть все на мне у меня ничего нет подъезд полностью откололся если вверху разошлись панели и на кухне панель порвала по живому не то что по стыку а по живому разорвала панель 10 лет семья Евсюковых живет как на иголках в несущих стенах и на потолке такие трещины что две руки пролезут беда пришла вместе со скандальным застройщиком Войцеховским тот нарушая все нормы выгнал в предык с пятиэтажкой высотку старенький дом не выдержал и стал рассыпаться но и это еще не все окна и балконы людей строители буквально замуровали рос тополь возле балкона липа росла березка росла а сейчас растет монолитная стена люди оббивали пороги всевозможных инстанций чиновники только разводили руками подъезд признали аварийным и на этом все и страшно и обидно что так относятся к людям в Чернигове смотрите такая трагедия рухнуло общежитие сколько людей обращались туда а это киевское общежитие уже прозвали домом убийцей при строительстве была нарушена система вентиляции и дом стал цвести изнутри по экспертным оценкам тут 38 видов грибка люди все время болеют еще летом власть обещала выделить людям новое жилье но его еще должны построить на соседней улице где сейчас находится автомобильная стоянка только в столице более сотни домов признаны непригодными для жилья но это лишь официальная статистика с 59-го року уже сносит тот дом с 59-го року я маю эту справку что мои батьки были живы тут я сплю и голова моя там вроде да подушка это у меня в ночи так цик-цик-цик все сыпется все больше больше потолок сыпется на голову стены расходятся все на что хватает пенсии жильцы этого львовского дома ремонтируют сами но старой постройке нужен капитальный ремонт а власти говорят денег нет за два года во Львове смогли отремонтировать лишь два дома еще 22 ждут очереди департамент департамент житлогосподарства обязаны отселить этих мешканців инше полноценное число або надати им инше житло оскільки зараз в країні война житла вільно в місті Львові немає департамент департамент фонда а сколько еще сооружений которым не присвоили статус аварийных чтобы не увеличивать число претендентов на новая квартира зато депутаты принимают новые законы которые должны обязать украинцев заботиться о своих домах но почему люди с мизерными зарплатами и пенсиями должны инвестировать в разваливающийся дом нервы не выдерживают уже ты находишься в постоянном страхе Алла Матюшок Геннадий Аникенко Ирина Диченко Галина Якушко и Андрей Анастасов подробности недели телеканал Интер напомню с нами на связи Алексей Кучеренко экс-министр ЖКХ Украина Алексей по вашему мнению сколько нужно денег на ремонт всех аварийных домов Украины ну хотя бы приблизительно не ну с вашего разрешения я бы не пугал этой цифры это конечно же очень большая цифра речь идет о десятках миллиардов гривен хотя с другой стороны надо просто начинать и делать и вот в ходе этого сюжета но я такие интересные вещи для себя услышал городские власти жалуются что у них не хватает денег в том же Львове а по моим данным 400 миллионов денег городского бюджета на депозите там размещено потому что видите не могут найти для финансирования в других городах плитку под зиму кладут вместо того чтобы счетчики ставить на самом деле если говорить серьезно на страну надвигается колоссальнейшая техногенная вот эта вот проблема это старение нашего жилищного фонда это 25% основных фондов страны неумолимо надвигается и вот на сегодня доктринально даже я когда слышу горе чиновников и горе политиков которые пытаются убедить что люди сами справятся с капитальными ремонтами своих вот этих хрущевок панелек это особенно некоторые партии политические там грешат этим понимаете я еще раз я начинаю просто вот ну слов я не нахожу я могу четко сказать одно нужна государственная целевая программа модернизации застарилового житлового фонда где будут предусмотрены государственное финансирование софинансирование граждан финансирование местных бюджетов инвесторов и так далее это первая проблема люди сами не потянут эту проблему забудьте теперь проблема номер два это проблема государственного контроля за именно состоянием жилья у нас есть государственная архитектурно-строительная инспекция даби украинскую мовую так вот вместо того чтобы бороться с коррупцией но делать реальную жесткую государственную инспекционную функцию господин премьер-министр Гройсман принял очень мудрое в кавычках решение про децентрализацию деятельности этой инспекции и он подчинил ее по сути местным властям то есть сами себя контролируют понимаете и вот ситуация с Черниговым в первую очередь у меня вопрос что делала государственная эта инспекция было ли предписание люди 7 лет жаловались и буквально накануне этой аварии катастрофы люди жаловались что трещал дом где были контролирующие органы вот вам пример когда убивают государственную функцию ради очень сомнительных каких-то децентрализации моментов децентрализации понятно спасибо Алексей Алексей Кучеренко экс-министр ЖКХ был на связи с подробностями недели но сейчас о том что стало одной из самых обсуждаемых новостей прошедших 7 дней окружной суд Амстердама решил вернуть скифское золото не Крыму а Киеву что сразу вызвало волну одобрения в Украине но надо признать что как ни странно даже в Москве нашлись одобряющие например директор музеев Кремля Елена Гагарина заявила что это решение голландцев вполне обоснованно мол ценности принадлежат стране а не каким-то конкретным музеем президент Петр Порошенко в твиттере прокомментировал это фразой Крым наш и точка позже в Минюсте назвали приблизительную дату возвращения коллекции конец следующего года ведь впереди долгие процедурные юридические нюансы проигравшая сторона уже грозит апелляцией и все это время как минимум три месяца экспонаты будут находиться в хранилищах музея Алларда Пирсона о долгом пути с киевского золота домой София Гордиенко Кочевая история крымского золота началась почти три года назад в июле 2013 в Бонне открылась выставка украинских артефактов после переехала в Амстердам где и задержалась надолго ведь случилось то чего никто не ожидал аннексия Крыма и голландские музейщики столкнулись с беспрецедентной ситуацией на экспонаты претендовали сразу две стороны ведь раритеты были переданы из четырех крымских музеев и одного киевского вот оно золото раздора скифские украшения драгоценности и мечи сотни артефактов общей стоимостью полтора миллиона евро греки умели обращаться с золотом делали для скифов изделия меняли их на пшено продукты земледелия вот это погребальное украшение здесь вы видите золотые венки и пластины из золота для лица у подножья амфоры ракушки настоящий микс культур весь этот микс культур сразу после окончания выставки в сентябре упаковали и спрятали в хранилище украине сразу вернули всего 19 экспонатов из киевского музея а за остальные раритеты началось судебное сражение и вот 14 декабря этого года первая победа вердикт окружного суда амстердама золото нидерланды вернут украине требования крымских музеев отвергаются а исторический музей Ларда Пирсона обязуется вернуть ценности государству Украина но даже после такого решения суда путь ценностей в Украину будет долог у представителей крымских музеев есть три месяца чтобы подать апелляцию моя позиция такая что вещи должны быть возвращены в те же двери из которых они вышли а как это будет происходить через сколько веков это произойдет это тоже отдельная история вот только в двери крымских музеев золото вернется только после того как Крым вернется в состав Украины а пока раритеты будут находиться в национальном историческом музее Киева но до этого мы должны заплатить амстердамскому музею Алларда Пирсона круглую сумму за хранение экспонатов 111 тысяч евро это не конец если будут апелляционные позовы от Алларда Пирсона или от крымских музеев мы будем переглядать этот пункт решения суду и можно отдавать встречный позов как мы выбираем лучший выход за оплату этих послуг но на сегодняшний день в принципе нас такие решения влаштовывают но вот музей Амстердама может переписать цифры в прескуранте на хранение ведь сколько времени скифские ценности будут в Нидерландах не знает никто все зависит от того насколько долгими будут судебные тяжбы София Гордиенко Василий Трышковский подробности недели телеканал Интер Голландия но пока Украина борется за возвращение скифского золота из страны вывозят тысячи других артефактов нелегально сейчас мы один из самых больших поставщиков исторических ценностей в Европе особенно на черном рынке как работает этот бизнес и кто на нем зарабатывает выясним уже после рекламы я рад снова вас приветствовать мы продолжаем подробности недели как и анонсировал сейчас говорим о черных археологах они буквально перекапывают Украину берут все начинает сокровищ Триполья и заканчивая артефактами Второй мировой а потом продают раритеты например на закрытых интернет-аукционах среди покупателей иностранцы ну и наши слуги народа иначе откуда у них в декларациях всплывают из глубины веков иконы мощи и исторические артефакты о миллионном теневом антикварном бизнесе Руслан Смещук Белгород-Днестровский один из самых древних городов Украины он буквально стоит на истории тут жили греки ордынцы генуэзцы и турки а вот его главная достопримечательность Акерманская крепость еще несколько лет назад прямо перед ней был черный археологический рынок и вот вы видите Зевс а вот это вот лик Александра таким вот образом чеканились деньги все просто незатейливо с утра начеканил сколько нужно и пошел по бутикам это сейчас местный мастер Валерий чеканит сувенирные монеты а недавно тут запросто можно было купить настоящие античные и средневековые артефакты сейчас торговцев разогнали на сегодняшний день при наличии большого количества металлодетекторов где-то вокруг в окрестностях города поля виноградники на тех же пляжах вы можете встретить человека который чего-то ищет тысячи черных археологов кладоискателей или как их называют чаще всего копателей буквально перекапывают всю Украину они неплохо вооружены современными металлоискателями из-за их доступности последние несколько лет в Украине поисковая лихорадка для кого-то хобби для кого-то заработок для перекупщиков солидные деньги Украина это поставщик это не покупатель конечно же то есть все уходит из страны именно котируется ну то же самое те же самые три польские древности те же самые греческие древности да ну а вообще сейчас на самом деле ситуация такова что покупается продается все вплоть до алюминиевых ложек эпохи второй мировой войны каждый год Украина теряет тысячи древних предметов а ради наживы копатели разрушают целые исторические комплексы в Украине торговля стариной многомиллионный рынок копают по всей стране продают по всей Европе в Киевской области до 200 мест повязанных с историей на этих местах проводятся раскопки 99% это черные археологи черный рынок артефактов Украины один из наибогатейших в Европе я думаю что может может наибогатей в Европе купить можно почти все одна из самых больших торговых антикварных площадок в Европе собирается вот в этом выставочном центре в Киеве тут же можно абсолютно спокойно приобрести артефакты и предметы старины добытые черными археологами и как говорят наши источники сюда достаточно часто приходят известные люди например народные депутаты и даже министры для того чтобы пополнить свои коллекции официально это называется встреча коллекционеров большинство предметов антиквариат которому не больше нескольких веков но есть и явно копанные артефакты постарше снимаем на телефон чтобы не спугнуть оно не стало вот это все остальное стало Киевская Русь я вижу да это скифский наконечник это уже что-то более поздно да Средневековья наверное что что наконечник это наконечник Руси у другого лотка пытаемся купить настоящий столовый набор времен княжей Руси я хочу собрать наборы это Руси и Козацкий период от 100 до 1000 гривен разные даже с инкустерцией золотом есть проще говоря как накопают так и приходите но еще масштабнее торговая площадка древностей в интернете тут есть целые специализированные аукционы вот как это происходит вы заходите на один из множества сайтов и выбираете интересующий вас период и предмет например этот античный бюст детального описания и указания места его находки на сайте нет в форуме идет вялое обсуждение но по фотографиям понятно он точно копанный тут же есть ссылка на иностранный аукцион там подобные бюсты того же периода стартуют от 6 7 с половиной тысяч долларов в украинском уголовном кодексе для расхитителей исторического наследия есть статья довольно суровая сесть можно на 5 а то и на 8 лет но даже специалисты не слышали о судебных процессах над черными археологами статья 298 криминального кодекса предбачает ответственность за псевдом объектов археологической спадщины но мне, на жаль не知 никакого случая когда бы за этой статьей человек была притягнута до ответственности и пока Украина борется за возвращение скильского золота сотни других уникальных предметов самых разных эпох покидают страну навсегда Руслан Смещук Андрей Анастасов Игорь Михоношин Вячеслав Фролов и Вадим Сверидонов подробности недели телеканал Интер под знаком бюджета пройдет следующая неделя главную смету страны депутаты обещают принять 22 декабря а до этого цифры корректируют так зарплаты педагогам с нового года точно увеличат на 50 процентов кроме того минимальная зарплата вырастет до 3200 гривен но вот в чем министры на уступки не идут так это в вопросе пенсий хотя этот момент уже стал камнем преткновения депутатов но в проекте бюджета минимальная пенсия остается ниже прожиточного минимума это меньше полутора тысяч гривен и повысят пенсии незначительно лишь на 10 процентов в любом случае прожить на такие гроши одиноким старикам очень тяжело и украинские пенсионеры остаются одними из самых бедных в мире убедилась в этом и наша Павлина Василенко она слушала истории двух женщин из Украины и Израиля вот это все впереди это нацерот нижний тот самый библейский да тот самый библейский из ее окон видно легендарное поселение Кфаркану Римми Фельдман 66 живет в том самом библейском городе Назарете раньше жила в Харькове в Израиль переехала после смерти мужа больше 40 лет Римма Львовна работала техническим переводчиком блестяще владеет английским тут у нее так называемая социальная пенсия по сути прожиточный минимум примерно 700 долларов в переводе на наши деньги 18 тысяч гривен и по здешним меркам это очень мало израильтяне которые вышли на пенсию тут получают в разы больше а в Израиле 1800 шекелей сейчас у меня ну вот это пенсия небольшую квартирку женщине почти полностью оплачивает государство надо мной живет моя старшая сестра за год до этого получила здесь жилье и правда жаловалась что мало не знаю мне вполне хватило добрый день добрый день добрый день а это ровесница Риммы Ольга Израилевна она тоже могла бы жить в Израиле но не уехала не захотела оставлять детей живет в Киеве 50 лет работала бухгалтером сейчас получает пенсию в полторы тысячи гривен и почти все отдает за коммуналку очень много тянет газ у меня счетчик колонка плюс 13 вот 647 без тепла в прошлом месяце у меня тепло было полмесяца было 300 ну добавим 600 это будет 1247 вся почти моя пенсия в Израиле у Римы совсем другая арифметика цифры в платежках это всего лишь десятая часть пенсии это за воду сколько? ну совсем немного 26 шекелей потому что я в общем-то мало бываю 8 долларов да еда и лекарства для украинского пенсионера дорогое удовольствие у Ольги Израилевны сахарный диабет нужна специальная диета у меня в основном это все уходит на лекарства вот например у меня было так смотрите один месяц продукты 1240 а лекарства 2452 мне дочка каждый месяц лаванс на карточку мне кидает деньги дети главные спонсоры иначе просто не выжить дочка курицу дала здесь у меня немножко фрукты это тоже значит вот мясо дочка мне купила а это судак дочка купила пока заморожены практически почти все дочка потому что если я куплю лекарства у меня же почти ничего не остается Римма Львовна ни в чем себе не отказывает продукты покупает какие хочет и сколько хочет даже на импортный шоколад денег хватает на здоровье не жалуется да и если что в Израиле для пенсионера медицина доступная есть итальянские госпитали есть французские есть английские можешь ехать в Пурию это возле Твери ну это так сказать еврейская наверное полностью больница я не знаю толком хочешь туда хочешь вот на выбор вообще жизнь у Риммы Львовны не скучная водится с внуками общается по скайпу с подругами и обязательно ходит в театры и кино сели на машину и доехали до театра Гэша совершенно спокойно можно взять экскурсию и поехать там цветущий Негев посмотреть мне бывает странно когда начинают пенсионеры здесь говорить что денег не хватает сейчас практически не хожу а раньше когда работала то конечно я наверное всех артистов кроме Киркорова всех посмотрела в Украине очень люблю эстраду люблю театр вообще театралом была сейчас концерты и театр для Ольги Израилевны вообще не по карману иди ко мне на ручки иди такой хороший из доступных развлечений коты и интернет по скайпу женщина тоже часто общается с друзьями и родственниками которые разъехались по всему миру Танюша привет О, какая женщина ну еще бы я рассказала про твою жизнь что твоя жизнь гораздо лучше чем моя хотелось бы чтобы наше правительство больше думало о старых людях мы же проработали всю жизнь и очень обидно что мы стали балластом а не уважаемыми людьми в своем встаем в своей Украине которую мы любим Павлина Василенко Сергей Ауслендер и Евгений Каминский подробности недели телеканал Интер но особых экономических чудес от правительства пенсионерам все же ждать не стоит немного увеличить их выплаты позволит повышенная минимальная зарплата поскольку возрастут отчисления в пенсионный фонд но кардинально ситуацию это не изменит поскольку в пенсионном фонде на данный момент огромная финансовая брешь в этом году его дефицит достиг 150 миллиардов гривен и латать эту дыру приходится из казны ну а там с доходами тоже не очень итак какие статьи доходов прописали в проекте бюджета на следующий год и из чего еще можно было бы иметь выгоду короткая справка чем наполнить казну в следующем году статьи доходов бюджета давно известны налоги, поборы и акцизы из специфических спецконфискация и приватизация но вот проблема работают они только на бумаге еще не в один год наполнить бюджет за счет продажи госпредприятий не удавалось яркий 2016 план по приватизации был провален удалось получить не более 100 миллионов хотели в разы больше и в 2017 от глобальной распродажи замахнулись на 17 миллиардов но удастся ли? замахнулись получить и 10 миллиардов гривен от спецконфискаций вот только закона соответствующего пока нет да и в этом году вернуть государству деньги которые были украдены Януковичем и его соратниками не удалось а оценки этой суммы самые разные доходят до десятков миллиардов долларов бездонная дыра в которую бесследно исчезают государственные деньги это карманы взяточников по оценкам экономистов от коррупционеров Украина теряет до 1 миллиарда гривен в день а европейская счетная палата недавно признала нас самой коррумпированной страной Европы кроме того есть в Украине и отрасли которые работают полулегально или вообще подпольно хотя легализация могла бы наполнить бюджет к примеру и горный бизнес его в стране как бы нет с 2009 года но при этом он не перестает обогащать избранных а если бы ему вернули законный статус мог бы генерировать для бюджета до 5 миллиардов гривен ежегодно еще один нелегальный клондайк добыча янтаря на нем тоже зарабатывают в обход закона хотя возврат янтарных денег в бюджет мог бы наполнить казну еще на миллиарды гривен кстати у премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на этой неделе будет больше времени для того чтобы латать бюджетные дыры сегодня появилось сообщение о том что он отменил запланированный на завтра визит в Брюссель ну а борцам с коррупцией которых в Украине более чем достаточно стоило бы заняться и теми чиновниками чья работа сводится лишь к попыткам хоть что-то утащить из бюджета и госзакупки здесь одна из самых благодатных сфер для разного рода схем вот вам свежий пример этой недели нацполиция все-таки закупит новые машины для копов цена вопроса не маленькая миллиард гривен о том что договор на поставку 635 вот таких вот новеньких кроссоверов митсубиси подписан стало известно в пятницу поздно вечером одна такая машина по ценам на которые согласились у нас МВД обойдется бюджету почти в 57 тысяч долларов это более чем в два раза дороже чем позволили себе например британцы и поляки активисты в украине которые собственно и привлекли внимание к такой щедрости наших полицейских посчитали что государство переплачивает не менее 13 тысяч долларов на каждой такой машине еще один показательный пример уже на порядок большие схемы в проекте бюджета 2017 4 миллиарда гривен заложили на дотации а сегодня я показываю что он вообще не способен и с него не будет никакого користи и он не отвечает тем вымогам и стандартам которые должны быть декабрь минус 9 а на полях до сих пор стоит кукуруза в решетиловском районе полтавской области таких полей десятки чтобы дособирать урожай не хватает денег вот мелкий фермер средний фермер он залишился сегодня вот с такой дилемой сбирать или залишить ее в поле невыгодно ее сбирать змушенный або залишить ее до весны а потом забрать або забрать сегодня и втратить на этом соответствующие деньги все из-за специального режима налогообложения говорит фермер его отменил еще предыдущий кабмин и с тех пор у мелких предприятий большие проблемы два года назад такой ситуации у нас на территориях решетиловского района не было потому что каждый плановал свою работу потому что у него был уверен в том что ему будет отрабатывание ПДВ а когда частично его скасовали прекратили то есть процент стал намного меньше то понятно что и некоторые предприятия зупинились вот наследки уже два года аграрии пытаются вернуть льготы и вроде бы их услышали на 2017 правительство заложило в бюджет на дотации 4 миллиарда гривен но оказалось эти деньги мелкие и среднее хозяйство просто не увидят если вы сбыточный то ПДВ до сплаты в государственный бюджет вас просто не будет соответственно вы ничего не получаете и другой нюанс если вы сделали большую инвестицию допустим вы побудовали свою ферму с нуля то у вас в принципе не выникнет ни одного ПДВ до сплаты соответственно те кто инвестирует отримывать дотации не будут те кто не инвестирует и имеют высокие пробудки они их будут отримывать на больше более того половину всей государственной помощи могут разделить между собой всего несколько крупнейших производителей птицы и молока которые и так работают с большой прибылью их названия всем известны в ассоциации фермеров бьют тревогу это может попросту уничтожить мелкий и средний агробизнес а значит тысячи людей могут потерять работу если 2 млрд на поддержку птаховництва то это означает 2 частково 3 предприятия получают эти деньги и вот тут как раз межа найвищого цинизма таки говорят слухи и нема голосов подбюджет ну это взагалі виглядая дикунство у оточенні олигархичного аграрного лоббі есть голосов за 20-30 голосов значит 3-4 млрд грн сьогодні фермери не мають підтримки в Верховной Раде сьогодні це звелося все до цинічного лоббіювання конкретных великих підприемств которые заводят через політичні партії своїх лоббістів и вони фактично сьогодні через аграрний комітет спокойно собі розподіляють цю підтримку идет поступове планове знищення фермера для того щоб він не був неконкурентно здатний щоб він коли буде запущений ринок землі не міг купити землю щоб цю землю відібрати і збільшити свої латифундії с требованием немедленно изменить схему распределения дотацій уже выступил и ряд нардепов хотят ограничить максимальный размер выплат 50 млн грн на одно предприятие запропонувана модель наразі вона насправді буде більш вигідна тільки великим виробникам і великі виробники порядка 2 млрд грн з цих чотирьох половин заберуть собі мені здається що це є неправильною це є несправедливо Україна повинна підтримувати перший або маленький або середній бізнес але в большу політику не буде змоги змоги обробити і закупити в першу чергу використати свій потенціал якщо к селу в правительстві не прислушаються і там піднятием рук прийняли главну смету страни к ней ще нескільки документів оппоненты категорично утверджають що це незаконно требують переголосування ну а в ночь с пятнице на субботу возле сейма собрались білье 2 тисяч протестуючих демонстранты заблокировали выходи із парламента однака полиція їх оттеснила і депутати правящей партиї змогли покинуть здання глава МВД Польши назвал все эти события попыткой незаконного захвата власти а президент Анджей Дуда заявил что готов стать посредником между митингующими и парламентариями но вот кто станет посредником между избранным президентом США Дональдом Трампом и сенаторами ведь и в Вашингтоне зреет конфликт причем нешуточный некоторые конгрессмены уже обещают заблокировать кандидатуру нового госсекретаря человека ставку на которого сделал Трамп чем это грозит и почему ставка Трампа может не сыграть выяснял Дмитрий Анопченко Казалось бы вот он финал месяц и Дональд Трамп займет Белый дом что бы ни говорили о пересчетах голосов и о заговоре выборщиков его приход неизбежен уже и Обама прощается с Вашингтоном и даже Хилари смирилась но будущее новой команды не такое уж и безоблачное ведь впереди ее может ждать бунт конгрессменов все может президент это не об Америке планы ни одного главы государства разбивались о подковерные игры конгрессменов когда никто открыто и не выступает против но вопрос намертво застревает в сенатских комитетах в здании на капиталистском холме легенды ходят как при Буше Джон Маккейн наотрез отказывался утвердить министра обороны из-за упрямства сенатора кандидатура президента которая всех устраивала пройти никак не могла для Трампа все эти кадровые войны еще впереди но в ближайшее время самым серьезным испытанием станет утверждение в конгрессе ключевой фигуры госсекретаря Рекса Тиллерсона Трампу комфортнее с Тиллерсоном и это понятно оба из мира бизнеса а еще он незаменим поскольку Трамп так много говорил что штатам нужны другие отношения с Россией и он хочет их улучшить Тиллерсон кандидатура неожиданная Трамп ищет новых людей людей не из системы бизнесмен тяжеловес входил в число самых влиятельных людей мира по версии Форбс стоило новому президенту сообщить стране кого он выбрал как Тиллерсона мгновенно поддержали такие разные люди как бывший госсекретарь Гандализа Райс вице-президент Чейни и даже семейство Бушей но конгрессмены уже намекнули для них это не важно и голосование не будет простым демократы заявляют что победе Трампа могли поспособствовать российские хакеры поэтому Тиллерсона будут допрашивать с пристрастием и главный тест что кандидат в главные дипломаты Америки по долгу службы в Оксанмобил связанный с Россией теперь про нее скажет ведь россияне нам не друзья они Крым захватили и сенатор Маккейн и я и наши друзья из стана демократов встречались с делегацией из Прибалтики на прошлой неделе так и там по поводу России нервничают мягко говоря демократы даже сообщили они наймут группу бухгалтеров и юристов чтобы проанализировать все деловые операции Тиллерсона агентство Reuters на днях написало мол нового госсекретаря могут вообще не утвердить ссылаясь на источники в сенате хотя за всю историю страны конгресс ни разу не провалил голосование за госсекретаря и чтобы не допустить этого и сейчас Трамп впервые вынужден будет убеждать упрашивать или торговаться что будет если конгресс устроит показательную порку и не утвердит госсекретаря конечно политический кризис причем масштабный но в штабе Трампа такую вероятность даже не просчитывают хотят чтобы всю команду утвердили на следующий же день после инаугурации президента и настроены в очередной раз действовать не как в политике а как в бизнесе когда идешь на любые уступки лишь чтобы получить желаемое все кого Трамп пригласил в правительство вынуждены будут отказаться и от должностей и от акций и от бизнеса предоставить налоговые декларации за много лет а еще заполнить многостраничные анкеты причем заверить их нотариально чтобы любая даже самая мелкая ложь мгновенно стала уголовным преступлением ФБР изучит всю жизнь их семей за последние 15 лет так что команде Трампа предстоит серьезная проверка на прочность в куларах конгресса говорят учитывая обиду за проигрыш Клинтон демократы попробуют хоть кого-то но прокатить а вот кто это будет и удастся ли новому президенту преодолеть парламентский заговор пока этого не знают ни конгрессмены ни сам Дональд Трамп из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко Юрий Романюк Американское бюро телеканала Интер вот чего не знают не только американские политики но и без преувеличения весь мир так это что будет происходить в горячих точках на планете пока в Вашингтоне все внимание будут уделять передаче власти от Обамы к Трампу лучше всего рамки возможного показывают ситуации в Сирии где на днях завершилась битва за один из самых крупных и важных городов Алеппо причем завершилась наихудшим образом город почти полностью разрушен долгие месяцы армия Башара Асада при поддержке российской авиации буквально утюжила ту часть Алеппо которую занимали повстанцы число погибших до сих пор точно не установлено счет идет на тысячи вообще за несколько лет этой войны количество местных жителей сократилось более чем на миллион человек до сих пор десятки тысяч ждут эвакуации сейчас город почти полностью под контролем войск Асада повстанцы удерживают всего два с половиной квадратных километра катастрофическую ситуацию в Сирии неоднократно обсуждали в организации объединенных наций о перемирии договаривались дважды но оба раза оно срывалось даже о коридорах для выхода мирных жителей из города толком не удалось договориться до сих пор сегодня совет безопасности он соберется еще раз наверняка примет еще какое-нибудь решение которое не будет выполнено но если западные страны не мог никак не могут применять все свое влияние чтобы закончить войну в Сирии то что уж говорить о войне на Донбассе о ней к сожалению в мировых СМИ сообщений все меньше и меньше а в нашей стране уже практически невозможно найти оптимиста который сказал бы что окончание войны возможно в ближайшее время на этой неделе наоборот появились заявления что даже те хрупкие дипломатические конструкции которые существуют под большой угрозой по крайней мере так сказал Леонид Кучма представитель Украины на переговорах в Минске мол нормандский формат под угрозой из-за грядущих выборов во Франции и Германии которые могут серьезно изменить расстановку сил в Европе что об этом думают сами европейцы выясняла Татьяна Лагунова наш корреспондент в Берлине она с нами на связи Таня приветствую скажи насколько серьезна угроза окончательного развала нормандского формата переговоров по Донбассу и рассматривают ли в Европе в частности в Германии план Б на вот такой случай Алексей на самом деле сложно сказать чего больше в этом заявлении пессимизма или все таки реализма основания говорить о развале нормандского формата конечно есть хотя бы потому что в последние месяцы нормандская четверка не может похвастаться успешными результатами своей работы казалось бы в октябре в Берлине лидеры нормандского квартета договорились о создании дорожной карты по выполнению минских соглашений это бесспорно был прорыв в карту поручили разработать министром иностранных дел и даже установили дедлайн до конца ноября сейчас уже заканчивается декабрь а карты да что там карты даже черновика пока никто не видел и когда появится этот документ тоже неизвестно европейские посредники Германия и Франция впрочем пока еще пытаются спасти формат Франсуа Лант и Ангела Меркель которые на этой неделе встречались в Берлине снова в унисон заявили минский пакет нужно выполнить и пока это не произойдет санкции против России останутся в силе мы хотим реализовать минские соглашения и пока это не произойдет мы будем продлевать санкции этот процесс не может продолжаться вечно но если нет никаких усилий если все попытки снова и снова блокируются то я согласен с канцлером в том что санкции нужно продлевать но если прогресс по нормандскому формату все еще возможен то наверное следующие несколько месяцев это чуть ли не последний существенный шанс его добиться потом у Европы появятся другие заботы в январе в США в должность вступит новый президент европейцам придется заново выстраивать отношения с хозяином белого дома в феврале в отставку уйдет главный дипломат Германии Франк Вальтер Штайнмайер он номинирован на пост президента и кто займет его место пока непонятно но в любом случае министру новому министру иностранных дел понадобится время чтобы войти в курс дел да еще и в следующем году выборы как во Франции которая получит нового президента так и в Германии где позиции канцлера Ангела Меркель по-прежнему сильны но все же уже не безальтернативные так что политикам действительно стоило бы поспешить Алексей спасибо Таня с нами на связи была Татьяна Лагунова наш спецкорреспондент в Германии и очень хорошая новость сегодня из рук боевиков освободили десантника киборга Тараса Колодия после двух лет плена информация об этом появилась буквально несколько часов назад в фейсбуке Петра Порошенко позже президент поговорил с самим бойцом и его мамой по телефону поблагодарил за мужество и стойкость освобождали Тараса Колодия при участии представителей церкви без обмена кстати Ирина Герасченко отметила что с начала войны священникам уже удалось освободить несколько десятков заложников но до сих пор в плену у боевиков находится еще больше ста украинцев это те о которых известно официально и договоренности об их освобождении боевики постоянно срывают собственно как и вообще любые договоренности к примеру о прекращении огня ведь на фронте бесперемен там каждый день стреляют и почти каждый день гибнут люди сегодня полегли пятеро еще очень несколько десятков ранены про встреленное перемирие на передовой наш военкор Ирина Баглай они сидели и на летней кухне и на вот этой вот кухне ну их побили много потому что и крылья и головы в соседей во дворе на огороде я буду плакать на пустынной окраине Авдеевки за сотню метров от передовой дом Евдокии Григорьевны замечаешь сразу на крыше как охрана голуби пять лет назад их начал разводить муж а недавно ее голубей для забавы расстрелял снайпер голуби это ж мир они ж не суть мы ж их сами не режем ничего это ж вот видите какие они красивые и белые и черные и какие угодно из-за голубей супруги и не уезжают остаются жить на линии огня их дом наглядное доказательство постоянных обстрелов от осколков побита крыша единственная незабитая фанера окно в пулевых отверстиях на этой неделе в Авдеевке стало тише но в брошенные дома люди не спешат возвращаться выручают соседи присматривают за жильем смотрите эта территория простреливается в случае выстрелов сразу падает в официальных сводках АТО линии обороны и села в районе Дебальцевого снова под огнем боевиков последний обстрел более 40 мин только по одной позиции обстрел был очень сумасшедший когда прилетели 120 мины 120 мин с низнятыми колпачками она разрывается глубоко и сильно она попала поряд прямо под кромку блиндажа спасло нас то что мы выклали грубку знесло хлопцы поранены трешки в контужене но слава богу живи можно сказать не то что в сорочке а у вишеванце народилась сухие цифры от штаба АТО на экране телевизора для мирной Украины статистика а тут на передовой реальная жизнь и каждая цифра это чье-то имя пять человек трехсотых это пять раненых людей которые возможно кто-то останется инвалидом кто-то ну как бы ну жизни людей разрушены в принципе травмы моральные психологические Украина настаивает на возвращении Дебальцево под свой контроль а фактически на деле здесь в семи километрах от Дебальцево я не могу и головы высунуть из окопа за окраины дниса уже стреляют по нас там снайпер там вон стоят три опорных точки где кулеметы крупнокалиберные снайпер поцелил до одного целого корпора три пострадали на новости на новости из мирной Украины подбывает надо щели тут немножко заделать ну без буржуйки мы бы тут охренели по ногам все тянет как говорится ну тут же барикомплекты водичка ну как то так и живем вообще Артем показывает суровый быт на передовом посту сам боец гражданин России третий год воюет за Украину до сих пор не может получить ее гражданство хотя для своих бывших товарищей он каратель списались по соцсети потом звонил он говорит мне в наряд скоро я говорю куда тебе в наряд? ну он говорит в ДНР я говорю ё-моё я говорю в правом секторе тупик потом нам по солдатам делить нечего я говорю конечно нечего разве что Донбасс отжали Украину мечтая о доме на передовой научились радоваться даже маломальскому уюту до войны целью Евгения была карьера повар побывал за рубежом работал в элитных ресторанах его подразделению повезло теперь даже суши могут попробовать а у самого Евгения жизненные приоритеты поменялись для меня счастье это то что тут стало тише нет той тех стрельб были раньше раньше может были ценности как деньги деньги а сейчас ценности это вот семья мир над головой ну и друзья всё особенно военные товарищи а мира пока нет стрельба не прекращается и евдокия григорьевна выходя во двор каждый раз рискует получить пулю хорошо говорит что уцелевшие голуби предупреждают об опасности пролетят и уже всё а то надо уже быстро с огорода уходить пыли 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 ирина баглая андрей костюк игорь щепет и наталья неделька подробности недели такими были подробности этой недели мне остается только поблагодарить авторов выпуска за работу вас за внимание спасибо и до новых встреч и об этом не и в и и и и и и